Флорентийский епископ Джованни Мариньоли, несколько лет проживший в Юаньском Китае, с нескрываемым восторгом писал об аланах, окружавших монгольского императора. Всех выше стоят также князья его государства, которые зовутся аланами и управляют всей Восточной империей. Они христиане, их более 30 тысяч, являющихся ныне величайшим и благороднейшим народом в мире. Всех красивее и храбрее мужи их, с помощью которых монголы овладели Восточной империей и без которых никогда не достигли бы славной победы. В Юаньши, истории династии Юань, приведены биографии выдающихся аланских полководцев, описания подвигов аланских богатырей, иногда даже краткие хроники знатных аланских семей. Боевая стратегия и тактика алан очень сильно повлияла на монгольскую армию. Аланы приняли участие в войне монголов против династии Южная Сун. В Юаньши, официальной истории юаньских императоров, встречается много биографических описаний, посвященных аланским полководцам. Арселань был родом Ас. Когда Сянь Цзу насадил его город, он со своим сыном Асэнь Женем вышел к воротам встретить войско. Император своим указом оставил его во главе Асов, Асэнь Жен погиб, героически сражаясь против мятежных войск Дорге. Император приказал отправить тело погибшего в его город для погребения. И тогда Арселань сказал, мой старший сын ваш подданный умер не успев послужить империи, и поэтому я отдаю вам второго сына Нигулая, чтобы он был у вас на службе. Ас Елебадур подчинился вместе с владетелем его страны, и Тайцзун Угадей назначил его в дворцовую гвардию. Как-то раз на охоте они встретили в тиснении тигра. Елебадур спешился и схватился с тигром. Тигр раскрыл пасть, чтобы укусить его. Но Елебадур всунул руку в пасть тигра и вырвал у него язык. Затем обнажил при нем саблю и убил его. Восхищенный его отвагой, император наградил его пятьюдесятью лянами золота и поставил во главе отдельного асского отряда. Сын Елебадура, Юйваши, наследовал отцовскую должность тысячника асов. За участие в усмирении Сун он получил в награду 2512 семейств в уезде Чаосянь. За многочисленные подвиги Юйваши был пожалован золотой тигровой пальцой и титулами старший полководец, усмиритель отдаленных сторон и командующий передовым отрядом гвардии. Обрадованный очередным подвигом Юйваши, император сказал, обращаясь к своим приближенным и полководцам. Кто может сравниться с князем Юйваши в героических деяниях? Если даже облачить Юйваши в золото с ног до головы, мы не сможем выразить ему всей нашей благодарности. Позднее в знак признания его заслуг, император наградил Юйваши рангом верховного полководца-защитника государства, оставив ему прежнюю должность, которую наследовал его сын Инцеледай, а затем внук Байджу. Субтитры создавал DimaTorzok